МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. 19-летний парень из Тольятти жестоко убил 17-летнюю девушку из Самары. Стали известны некоторые подробности резонансного преступления. В ночь 24 на 25 мая молодой человек, по его заявлению, в состоянии аффекта, напал на девушку, которая находилась в квартире у его родственника. Парень схватил нож и ударил девушку несколько раз. Прибывшие на место преступления полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, парень нанес девушке более 80 ударов ножом. Следственным отделом по промышленному району города Самары возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Мотивы преступления станут известны уже в ходе расследования уголовного дела. Очередное ДТП зафиксировано в кармане пятого квартала автозаводского района. Недалеко от улицы Юбилейной произошло столкновение иномарки и байка. Как стало известно, владелец байка неожиданно для автомобилиста выехал с тротуара на дорогу. Как итог – авария. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Правоохранители и общественники провели профилактическую беседу со студентами колледжа. С целью профилактики преступности, а также других правонарушений, совершаемых в молодежной среде, в одном из колледжей города была организована тематическая встреча. Сегодня в Тольяттинском медицинском колледже со студентами мы провели лекцию о негативных последствиях и ответственности за буллинг, травлю. Представители общественного совета при управлении внутренних дел по городу Тольятти на регулярной основе совместно с сотрудниками правоохранительных органов города Тольятти проводят встречи со студентами колледжей. И сегодня в одном из колледжей нашего города мы проводим очередную встречу на тему буллинга. Учащимся рассказали о терроризме, экстремизме, а также о запрете на участие в любых несанкционированных мероприятиях и о травле в среде молодежи. Поговорили также о кражах, вымогательстве, вандализме, с каких лет наступают уголовная и административная ответственность, какие наказания применяются за совершение противоправных действий. Студентам напомнили правила хорошего тона, которые действуют одинаково как в интернете, так и в реальной жизни. Специалисты посоветовали молодым людям уважать собеседников не только в сети, но и в реальной жизни. И снова на территории Тольятти произошло ДТП с участием мотоциклиста. Минувшим вечером на улице строителей столкнулись «Ладовеста» и «Мототранспорт». Стали известны подробности аварии, произошедшей на объездной дороге приморского поселка. По предварительной информации, водитель «Весты» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклу. В итоге на скорости мотоциклист врезался в водительскую сторону «Лады». От сильного удара владелец мотоцикла был отброшен на несколько метров и упал на асфальт. Со слов очевидцев, до прибытия врачей мужчина был в сознании. В карете реанимобиля его доставили в городскую больницу. На протяжении некоторого времени за жизнь мотоциклиста боролись врачи. Но несмотря на все усилия медиков, от множественных переломов и травм, мужчина скончался. В настоящее время по факту данной аварии заведено уголовное дело. Напомним, что недели ранее произошло три ДТП с участием мотоциклистов. Тогда один человек погиб, двое оказались в больнице и один отделался ушибами. 20 мая на улице Барковской женщина на Калини столкнулась с мотоциклом. По предварительной информации, автомобиль «Лада» под управлением водителя двигался со стороны южного шоссе. В районе здания по адресу Барковская, 91А, женщина на «Ладе» стала совершать маневр разворота. При этом она не предоставила преимущества в движении мотоциклу. Прибывшая к месту происшествия бригада медиков проводила ряд реанимационных действий. Но, несмотря на все усилия врачей от полученных травм, мужчина, не приходя в сознание, скончался. 21 мая на улице Спортивной также произошло ДТП с участием мототранспорта. Из предварительных данных, собранных сотрудниками госавтоинспекции, следует, что 55-летний водитель мотоцикла двигался по улице Спортивной. В пути следования в районе торгового центра «Вега» он допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан», который двигался в попутном направлении. Тогда пострадали два человека – водитель и женщина-пассажир мотоцикла. Они находились в тяжелом состоянии. Обоих с предварительным диагнозом политравма экстренно доставили в городскую больницу. А уже 23 мая на лесопарковом шоссе также столкнулись пикап и мотоциклист. К счастью, тогда в аварии обошлось без пострадавших. Открытое окно – это опасность для ребенка. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности. Ежегодно от падений с высоты по всей России гибнет большое количество детей. Многие родители рассчитывают на москитные сетки, которые установлены на окна. Но москитная сетка скорее способствует трагедии, чем оберегает. Потому что ребенок чувствует себя за ней в безопасности и безбоязненно опирается на нее. А это чревато трагическими последствиями. Так как же уберечь ребенка от опасности? Сейчас наступает летний сезон, когда мы начинаем чаще проветривать помещение, открывать окна, откидывать. И все это небезопасно для жизни наших детей, особенно для тех жителей, кто проживает на высоких этажах. Многие полагают, что москитная сетка, установленная на створку, является некой защитой и безопасностью для наших детей. На самом деле это далеко не так. Москитная сетка не защищает. Защита – это детский замок, установленный на створку, открывающуюся на ваше окно. Либо ручка с замком, которая устанавливается вместо обычной ручки. Подробный репортаж смотрите в ближайшем выпуске программы «Новости Тольятти». В управлении внутренних дел Тольятти более 60 кадровых позиций и каждая полицейская специальность по-своему интересна и может стать будущей профессией для многих тольяттинцев. Взять, например, работу следователя. Сегодня в Тольятти преступление раскрывает 200 сотрудников следствия. Но для безопасности и спокойствия города было бы неплохо, если бы штат следователей пополнился новыми специалистами. Тем более, что раскрывать преступление – это по-настоящему достойно уважения. Профессия интересная, дает очень много опыта, расширяет кругозор, знакомство. То есть, скажем так, это судьба определенная. Я бы хотела посоветовать молодым людям, которые имеют высшее юридическое образование, обратиться к нам, прийти на нашу службу. Мы поможем, подскажем, научим, как работать, как направлять уголовные дела, как их расследовать. И сделаем из вас профессионалов. Если есть желание поработать, образно говоря, на земле, охранять общественный порядок, не допускать противоправных действий, то можно попробовать себя в работе полицейским патрульно-постовой службы или участковым уполномоченным. Вполне возможно, что уже и сейчас такие интересные предложения по работе от полиции Тольятти заинтересовали кого-то из тольятинцев. В этом случае стоит лишь позвонить в управление внутренних дел, и, возможно, для кого-то жизнь сделает крутой, но удачный карьерный поворот. В результате ДТП на улице Кунеевской погибло дикое животное. 30 мая в первой половине дня мужчина на автомобиле «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Громовой в направлении Баныкина, допустил наезд на животное. Со слов водителей, лосиха неожиданно выбежала на дорогу. В итоге избежать столкновения не удалось. После удара животное не смогло самостоятельно подняться на ноги. К месту ЧП выехали ветеринары. Животному сделали укол и усыпили. Это была вынужденная мера для транспортировки лосихи в ветеринарную клинику. За жизнь дикого животного боролись около суток. В результате ДТП у лосихи были парализованы задней конечности. Также она перестала реагировать на свет. К сожалению, животное скончалось в ветеринарной клинике. Теперь автовладельцу предстоит заплатить штраф, так как на данном участке дороги установлен знак «Осторожно, дикие животные». Сам мужчина не пострадал, а вот автомобиль получил механические повреждения. Переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и в итоге оказалась в больнице. На проспекте Степана Разина между 9 и 5 кварталами автомобиль Киа сбил несовершеннолетнюю. Стало известно, что владелец иномарки двигался со стороны улицы Свердлово в направлении Ленинского проспекта. В районе дома 26Б по проспекту Степана Разина водитель допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Уважаемые родители, в связи с наступлением летних каникул, не забывайте ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения. Силы возраста несовершеннолетние не всегда осознают опасность и возможные последствия нарушения ПДД. Минувшим днем на набережной Автозаводского района произошел инцидент, в результате которого чуть не погиб несовершеннолетний. Как стало известно, около полудня на набережной отдыхала молодежь. Одна из девочек прыгнула в воду и, со слов очевидцев, 14-летний парень бросился ее спасать. В итоге он сам наглотался воды. Юноши вызвали бригаду медиков. На месте ему была оказана необходимая медицинская помощь. Было принято решение о его госпитализации в лечебное учреждение. 31 мая на улице Юбилейной, напротив 4-го квартала, сотрудники МЧС тушили возгорание пуха. В связи с установившейся жаркой солнечной погодой на территории Самарской области и в связи с погодными явлениями, а именно выпаданием тополиного пуха, резко увеличилось количество пожаров, связанных с загоранием тополиного пуха, которые, к сожалению, зачастую приводят к уничтожению и повреждению имущества граждан. Убедительная просьба в случае возникновения пожара незамедлительно звонить по единому номеру 01 со стационарного и 101 с мобильного телефонов. Редактор субтитров А.Семкин